Всем привет на канале Удачман. Сегодня мы с вами поговорим вновь о социальных паразитах, которые живут в государстве и не хотят работать. О чем я говорю? Правительство Германии решило прийти к мнению о том, что можно заставить людей, сидящих, допустим, на том же самом Бюргергельд достаточно долго, то есть по-немецки «Dauer Arbeitslosen» идти работать, если государство будет им выплачивать премию в 1000 евро. Ну афганцам же за то, что они покидают страну добровольно, Нэнси Фезер сказала, что будут платить, и они ведь им заплатили. Но многие эти афганцы потом 100% вернутся обратно в Германию для того, чтобы продолжать свои криминальные, скажем так, делишки. Так вот, государство именно решило выплачивать такую премию всем гражданам, которые были безработными и устроились на работу, отработали как минимум один год, выплачивая все налоги, работая на одном производстве, и в конце этого года от государства, помимо вот этой вот рождественской гратификации, эти граждане будут получать дополнительно 1000 евро. И что интересно, генеральный секретарь от партии ХСС Мартин Хубер сказал, что это не особо хорошая идея, потому что, по его словам, премия в 1000 евро это удар в лицо тех людей, которые годами работают на производстве и от государства не получают никаких поощрений, тем более, что светофорная коалиция требует, чтобы люди работали и согласно выплачивать такое пособие тем, ну пособие, единовременную премию тем, кто действительно устроился на работу. Однако же президент Союза налогоплательщиков Райнер Хольцнагель, услышав это заявление от правительства, действительно высказал сомнение, что мы платим премию тем людям, которые никогда не работали, долго не работали. И вдруг сейчас поработали один год, за что мы им платим премию? Только за то, что они отработали один год. А как же быть с другими людьми? Получается вот что у нас. Получается, что государство, правительство, вместо того, чтобы поощрять тех людей, которые действительно работают годами, десятилетиями на одном производстве или может быть кто через 5-6 лет меняет работу на другую, это как в поговорке, рыба ищет, где глубже человек, где лучше. Вдруг людей, которые никогда не работали, вот я вам рассказывал в одном из видео про женщину, получательницу пособия Бюргергельд, ей сколько ей? 52 года, по-моему, у нее сын 24 года. Я вам говорил в видео, что она не может идти на работу, так как у нее дома три кошки, да? Вот. Когда такие люди вдруг устроятся на работу и отработают один год не на полставки, не на вот этот вот базис, а именно на полную ставку, государство, помимо того, что им полагается этим людям первоначальная премия за год, ну, 13 зарплата или называется рождественская кратификация, государство готово этим людям платить Тысячу евро? Да. Ну, я уже вначале сказал, афганцам, покидающим добровольно Германию, каждому платят по тысяче, Швеция готова платить 37 тысяч каждому, лишь бы только они покинули Швецию, а тут оказывается, что у нас в казне, вот просто сейчас под конец года, правительство кричало весь год, что у нас денег нет, денег нет, денег нет, но тратятся деньги то на Руанду, то на Перу, то на... Какая же там страна в Африке, елки-палки, в которую отправили свыше, по-моему, 300 миллионов евро на укрепление мужского достоинства среди вот этих вот африканцев. Я уже забыл, какая это страна. Ну, отправили, вот это... И тут вдруг правительство поняло, что у нас в казне есть еще деньги. Так давайте мы, может быть, эти деньги потратим на благоустройство городов или на строительство жилого фонда. Ведь все же наше правительство кричит о том, что у нас в стране все еще нехватка квартир. Свыше 900 тысяч квартир не хватает. Люди стоят годами в очередях на получение квартиры. Я не говорю о тех, кто живет, допустим, в двух-трехкомнатной квартире и ждет расширения, чтобы получить, допустим, четырехкомнатную или пятикомнатную в зависимости от состава семьи. Я говорю о тех людях, которые ютятся, допустим, в общежитиях или десятилетиями сидят в очень маленьких квартирах и все еще ищут себе нормальную квартиру. Жилой фонд, его не хватает свыше 900 тысяч квартир. Почему бы эти деньги не потратить на развитие жилого фонда? Почему бы эти деньги не потратить на строительство квартир, домов или, допустим, школ, или детских садов, или тех же самых спортивных комплексов, чтобы немецкая местная молодежь, подростки, не шатались просто так по вечерам по улицам, а занимались, к примеру, спортом? Почему бы не сделать так, чтобы в нормальном государстве были действительно нормальные условия для развития и воспитания подрастающего поколения? Я не спорю, что в Германии социальная система, как и сама бюрократия, очень хорошо развита. С этим я не спорю. Многие почему и ехали сюда, в Германию, для того, чтобы устроить здесь свою жизнь и быть уверенными и спокойными за будущее своих детей. Очень многие сюда ехали именно по такой причине. Потом некоторые, как в прошлом году у меня было видео про вот эту парагвайскую колонию Нойфельд, кидались в Парагвай за большой деньгой, потом оказалось, что их просто кинули на эти деньги, которые они заплатили за аренду земли, якобы полученную в подарок от государства. В Парагвай ничего не дается в подарок от государства, там все дается в аренду, как и в Таиланде. И были люди, которые мне под тем видео утверждают, что все это ложь, не было никакой парагвайской колонии и так далее. Просто задайте в интернете колония Нойфельд в Парагвайе. Сейчас эта колония называется Ноэс Лебен. И найдете целую гору информации по той колонии, как она создавалась, на каком основании и так далее, и так далее. Но возвращаемся к теме нашего выпуска. Многие люди, я в одном из последних видео выпусков говорил о лайф-фирмах, работают через вот эти вот рекрутинговые организации, вот эти вот конторы, лайф-фирмы в Германии не называются. И получают не 13-ю зарплату, а получают всего-навсего в раздельственскую премию в размере 250, максимум 300 евро. А работают годами, потому что, к примеру, то же самое производство, ну скажем, завод Сименс, да, помимо своих постоянных работников, там очень много рабочих, которые от этих вот лайф-фирм работают. И вот они получают зарплату, естественно, меньше, чем постоянные работники. Те в конце года получают свою 13-ю зарплату, эту рождественскую гратификацию. А эти, как говорят ляйщики, они получают всего-навсего, если первый год отработал 100 евро, если несколько лет отработал 250 или максимум 300 евро. Все, они больше не получают. Где же справедливость от государства в отношении вот этих людей, которые работают годами и их не перенимают на постоянную работу? Почему государство не берется решать вопрос именно вот этих вот толстосумов, которые занимаются эксплуатацией рабочей силы? По-другому это назвать нельзя. Но нет, государство решило вот эти вот неофициальные 3 миллиона 747 тысяч безработных мотивировать идти на работу. Это они сегодня говорят, что мы готовы заплатить 1000 евро за то, что каждый из вас будет работать на производстве, отработать минимум год, выплатит все налоги, получит свои социальные дотации, и мы ему, этому человеку, по истечении 12 месяцев полного рабочего года заплатим еще в подарок 1000 евро. Молодцы! Это же для чего делается? Для того, чтобы люди в следующем году на выборах в Бундестаг проголосовали за светофорную коалицию. Не дождетесь. Потому что люди уже сыты по горло вашими обещаниями. И с ростом инфляции вот эти вот 1000 евро обещанные государством сегодня, через год, через, скажем так, сегодня у нас конец октября с вами. Так? Человек устроится 1 ноября на работу. В следующем году, 1 ноября, будет ровно год, как он работает. Государство обязано будет выплатить ему эти деньги. Оно ведь обещало. Оно ведь честно, оно же не обманывает никогда. Нет, ну что? Оно же не обманывает. Нет. Но, чтобы государство выплатило эти 1000 евро, человек обязан будет подать документы в соответствующую инстанцию. Эти документы будут рассматриваться как минимум месяц. Плюс еще 30 дней, получается, у нас 1 декабря. В конце года многие инстанции, если и работают, то ни шатка, ни валка. Как через пень колоду, да? Есть такое высказывание. Люди получат эту, допустим, 1000 евро, кто в конце декабря, кто в январе и так далее. Но, через год, с учетом инфляции, это 1000 евро, уже будет соответствовать номиналу не один к одному. А 1 евро будет приравниваться, допустим, к 75 центам. Классное обещание от правительства. Оно заботится о благосостоянии своего народа. Оно заботится о том, чтобы люди жили безбедно. О том, чтобы люди чувствовали себя в стране социально защищенными. И не только социально защищенными, но и лучшими вообще в мире. Вот уже который год подряд, почему-то считается, что Финляндия это самая лучшая и, скажем так, прогрессивная страна в мире. Потому что все население Финляндии считает себя счастливыми. Финляндия? Может быть там и есть безработица, а может быть ее там нет. Нет, я не знаю, я не особо вдавался в подробности скандинавов. Но так как люди там живут, так как они о себе рассказывают, то действительно понимают, что Финляндия живет намного выше по уровню развития, чем высокоразвитая Германия. Вот смотрите, вам пример. Допустим, вы идете здесь, вы получили к себе квартиру или вы сняли дом в немецкой деревне. Вы его хотите благоустроить, там кое-как ремонт сделать или еще что-то. Вот обнаружилось, что у вас нет простой пилы дома. Ну нет, а вам нужно пару досок там распилить на сарай или еще где-то. Вы идете к соседу, сосед в поле копает огурцы. Окучивает, вы говорите, послушай, Йохан, у меня нет пилы, я не мог бы у тебя одолжить. Ой, блин, ну ладно. Если он нормальный сосед, он подойдет и скажет, вот возьми, но не забудь мне ее вернуть обратно, эту пилу. Что же происходит в Финляндии в таком случае? Вы абсолютно новый человек в деревне, вы приезжаете в эту деревню и вам нужна пила. Вы выходите к соседу и говорите, а он занят какими-то своими делами. Вы говорите, послушай, так и так, секундочку. И вот этот человек говорит, вон видишь, мой дом стоит, зайди, возьми, что тебе надо. Все. Он не говорит о том, что вы обязаны, к примеру, вернуть ему эту пилу или нет. Там нет такого понятия, взял в постоянное пользование у соседа и украл. Нет, вы что? Там в деревнях дома даже на замок не закрывают. А здесь, получается, у нас закрываемся мы все на замке, на первых этажах во многих домах, даже на вторых этажах есть жалюзи, чтобы опустить жалюзи, чтобы ночью никто не залез к вам в окно или на балкон или еще что-то. Вот о чем надо заботиться. О благосостоянии населения вообще, в целом, а не пытаться мотивировать безработных, которым, да наплевать им на эту тысячу евро, если честно, потому что они чернушат помимо своего этого бюргергельд и зарабатывают еще не слабые денежки. Это ведь правда. Многие работают где посудомойщиками, где уборщиками, где, допустим, на каких-то там непонятных автостоянках по купле-продаже машин моют машины, подрабатывают автомеханиками. Они зарабатывают деньги, черные деньги, черный нал. И они не хотят и не будут работать. Им вот это вот тысяча до одного места, как говорили раньше, мертвому припарка. А вот действительно рабочим людям, которые десятилетиями работают на производстве, это плевок в лицо со стороны государства. Вместо того, чтобы этих людей, которые работают тяжело и платят налоги для того, чтобы другие жили хорошо в этой стране, вместо того, чтобы этим людям платить деньги, они будут платить безработным, мотивируя их идти на работу. С одной стороны, вроде бы это неплохая затея со стороны государства, с одной стороны. А с другой стороны, я вам уже сказал, это плевок в лицо тех людей, которые десятилетиями отрабатывают на производстве, чтобы заработать свою несчастную пенсию размером 1400-1500, а может 1700 евро в месяц. Не забудьте, из этих денег потом будут еще высчитывать налоги для того, чтобы пополнять казну, потому что из этой казны будут платить выездные деньги тунисцам, марокканцам, афганцам, пакистанцам, чтобы они, зарезав определенное количество людей в Германии, могли с чистой своей исламистской душой, я сказал, и заметьте, не мусульманской, а исламистской душой, вернуться к себе на родину, сделать себе новый паспорт, подстричь бороду, перекрасить ее в другой цвет. И с новым паспортом, с новым именем, раньше он был Мухаммед Абдулла Ибн Байбай, теперь он будет Абдулла Мухаммед Ибн Байбай, приехать снова в Германию. Опять выполнить свою исламистскую программу, уничтожить нескольких людей и получив от государства, от такого же министра, как Нэнси Фезер, премию в тысячу, может быть, с учетом инфляции эта премия возрастет до 10 тысяч, получить эти денежки в свой карман и опять уехать к себе на родину. Вот что можно назвать социальным туризмом, а не то, что говорят многие политики об украинских беженцах, которые ездят к себе на родину. Многие из них ездят для того, чтобы, к примеру, посетить своих родственников, которые остались там и в силу каких-то обстоятельств не смогли выехать вместе с ними. Многие ездят действительно для того, чтобы снять за несколько месяцев плату за квартиру, которую они сдали беженцам с восточной части Украины и вернуться обратно, получая здесь бюргергельд. Это правда, это действительно так и есть. И тут еще оказывается, государство имеет дополнительные суммы денег. Ну вот смотрите, я в этом видео выпуске упомянул момент, когда я сказал, что почему бы эти деньги не перенаправить на благоустройство страны. Кто-то скажет, да что ты, блин, у нас тут везде всего хватает. Да не хватает, многого не хватает. Очень многие спортивные клубы должны ютиться в школьных спортзалах. Почему бы не построить в городе, допустим, с населением от 100 тысяч человек большой легкоатлетический манеж? Ну делают же это, делали раньше на территории бывшего союза. Так почему бы здесь не перенять такой опыт и не сделать точно такое? Построить большой легкоатлетический манеж, нанять туда тренировок за официальную зарплату и проводить там, допустим, разбить время по часам тренировок для многих спортклубов. Кто-то занимается волейболом, кто-то зальным футболом, кто-то просто легкой атлетикой, кто-то тяжелой атлетикой, кто-то, допустим, какими-то силовыми видами спорта или тем же самым каратэто и квандо. Чтобы все это было организовано под одной крышей. И тогда многие школьные спортзалы просто-напросто освободятся по вечерам. Я говорю об этом потому, что я сам проводил, провожу тренировки. И когда приходишь к своему определенному времени, нужно ту группу тех чужих людей, которые занимают спортзал перед вами, просто-напросто выгонять. Потому что начинается твое время тренировки, а эти люди мы еще не закончили, подождите там. Пару раз я вот так вот ждал, а потом как-то зашел, загнал свою группу и сказал, ваше время вышло 7 минут назад. Но мы еще не закончили, а меня это не волнует. Мы начинаем заниматься. Люди попыхтели, попсиховали, но вынуждены были освободить спортзал. И вот так вот проходит довольно часто. Люди, которые работают тренерами в своих спортклубах, они работают на общественных началах. То есть они получают копейки за свою тренерскую работу. И многим из них действительно до фени то, что они делают. Многим, но не всем. Так почему бы не перенаправить деньги от государства, которые вы готовы платить безработным, соизволившим наконец-то устроиться на работу и отработать минимум один год на производстве, чтобы получить эту тысячу. Почему бы эти деньги не перенаправить действительно в правильное русло, чтобы население правильно развивалось, чтобы население росло правильно, чтобы подрастающее поколение больше уделяло внимания, в первую очередь, своему физическому и культурному развитию. Те, кто хотят работать, они всегда будут работать, они найдут себе работу. Среди 84 миллионов населения в Германии, те 3 с лишним миллиона безработных, это, ну, как вам сказать, это полпроцента, скажем так. Да? Поправьте мне, если я не прав. С математикой я сегодня не особо дрожен. Старость не радость, как говорится. Это действительно очень малое количество населения. Почему же нужно упираться именно в это население, пытаться развивать его благосостояние? Они и так живут хорошо за счет государства. Они получают свои пособия, государство платит за них, за квартиру. Да, кстати, вот. Мне одна женщина написала, что вы обманываете. Никаких раз в полгода денежных пособий на получение или покупку одежды, социал никому не дает. Я ей написал. А вам известен такой бегрив, как «беклайдингс байхильфе»? То есть, человек приходит в социаламт или в джоб-центр, я сейчас не знаю, уже за 20 с лишним лет многое, что изменилось в этих структурах, кто-то где-то какие-то обязанности перенял или нет. Человек приходит и говорит «Их мюхты айн антрак ауф беклайдингс байхильфе штэлен». То есть, я хотел бы подписать договор на получение помощи на покупку одежды. И он подписывает соответствующие бумаги в социале у этого бератора. И ему на счет потом, помимо его социальной помощи, переводят определенную сумму денег. С этой суммы денег он, естественно, может купить или своим детям одежду, или себе одежду. Малоимущие семьи, которые действительно сидят на социале и нуждаются в нормальной одежде, в нормальной обуви, они очень часто подписывают такие договора с социальными службами. И им тот же самый «Каритас» как минимум раз в год выплачивает определенную сумму для того, чтобы они могли в первую очередь купить одежду новую или обувь для своих детей. Потому что ни для кого не секрет, что нормальная обувь или одежда здесь, в Германии, стоит ужасно дорого. Действительно дорого. Особенно для маленьких детей. Обычный свитер для двухлетнего ребенка стоит от 20 до 50 евро. За такую же сумму можно купить несколько свитеров для взрослого человека. Это только один из многих примеров. И вот эта женщина сказала, что я обманываю, что такого нет. А давно ли она живет в Германии, что она не утверждает, что такого здесь нет? Сейчас, может быть, уже и нет такого для широких слоев населения. А ведь раньше было абсолютно для всех и осталось только для тех, кто действительно нуждается. А не для всех, кто желает получить еще немножечко денег, чтобы купить себе кальян, купить себе травки, набить косячок, курнуть, побалдеть, сидя у себя на балконе, попивая дешевый кофе из кофеварки, купленной в глобусе за 20 евро. И сказать, что он знает, как заваривать кофе. Это же люди, в основном, вот эти, которые сидят на социале, они живут в ужасных, крысиных условиях. Многих из них, вот есть передача тут на одном из телеканалов, Хартс Абахерсли, что-то так, по-моему, так. Типа они сидят вот на этом социале, но все сердечные, к ним нужно иметь понимание. Многих из них, кого не покажут, у них на кухне ковардак сильнейший, у них рабочая плата вся забита мешками, мусором, огрызками, какими-то банками открытыми, плесневелыми, пакетами с печеньем, с хлебом, кульки, там, тарелки. Это что-то ужасное. На кухне человек сидит за столом, вот так вот сидит тихонечко, рядом с ним, пепельница, в этой пепельнице окурков штук 50. Он сидит, шмалит свои сигаретки, которые скручивает из табака, купленного в магазине, он вонючий, до ужаса этот табак. Скручивает сигаретки и сидит в камеру, вот так вот растрепывает о своей жизни, что ему очень тяжело жить в Германии, потому что приехали иностранцы и поотбирали всю работу. Кстати, это говорят именно те люди, которые после школы нигде ни единого дня не работали. Они отучились на, допустим, на какого-то плотника, на какого-то слесара или еще на кого-то, но, как говорится, не задалось. Они перестали искать себе работу, они не хотели изначально искать себе работу. И вот про ту женщину, о которой я говорил, что у нее три кошки, и она не может устроиться на работу, потому что нужно ухаживать за кошаками. Она 38 лет нигде не работает. То есть она в 16 лет закончила школу, пошла учиться на вот эту вот бизнес-леди, как они называются, кауфмениш, вот эту вот. Не доучилась даже года, бросила, и с тех пор, 38 лет, она нигде не работает, сидя на социале. У нее сыну 24 года, и он тоже нигде не работает, бросил школу, все, он сидит на социале, он получает свой социал, она получает свой социал, живут в трехкомнатной квартире, у них три кошака, за кошаками нужно ухаживать. И сын сказал, а у нас есть все. Мама ходит, полы моет, мы получаем, ну, мама ходит, полы моет, а они получают. 160 евро в месяц нам достаточно. Не я, не мама, мы не собираемся работать. Государство нас содержит, и этого хватает. Вот что они говорят. А когда их показывают по телевизору, сидишь ужасаюсь, и, ё-моё, блин, да, блин, алкоголики, блин, где-нибудь в забитой, блин, деревне, где-нибудь в России, блин, в каком-то убитом городке, живут лучше и социально обеспеченнее, чем вот эти вот социальщики здесь, в Германии. И тут вдруг государство в этом году решило именно таких вот, как вот эта женщина, её сын, мотивировать тем, что вы устроитесь на работу, отработайте годик, а мы вам в этом штуку зелени дадим. Через годик или через полтора эта штука превратится максимум в 750 евро, с учётом инфляции. Правительство же не вдомёк, что у простого населения зарплата, как у правительства и Европарламента, не привязана, не индексирована к росту инфляции. То есть, с учётом роста инфляции, у них у всех автоматически, практически каждый месяц поднимается зарплата. Правительство тут это не вдомёк. Оно же думает, что мы все счастливы от того, что молоко, допустим, до короны стоило, один литр молока стоил 65 центов, а сейчас тот же самый литр молока стоит евро 20. Тот же самый, той же самой фирмы, того же самого разлива. И наш Роберт Хаббек утверждает, что инфляция понизилась. Хорошо, инфляция понизилась. Снижайте цены на продукты, раз инфляция понизилась. А если инфляция понизилась, а цены на продукты остались такими же, поднимай зарплату в первую очередь рабочим людям, чтобы они действительно чувствовали себя социально защищёнными, а не униженными по сравнению с теми, кто, сидя на социале, страдает фигнёй десятилетиями и вдруг слышит от правительства новость. Ой, оно готово нам заплатить по тысяче евро, если мы отработаем годик. Ну, не знаю, что из этого получится, но это фарс. Это просто фарс со стороны правящей светофорной коалиции, направленной на то, чтобы выиграть вот в этой вот сегодняшней борьбе за места в Бундестаге в следующем году электорат в свою пользу. Вряд ли они уже выиграют хоть сколько-то голосов, если даже альянс CDU-CSU упал настолько низко, что крахом это, просто назвать крахом нельзя. Это действительно провал, провал всей немецкой политики. АФД празднует, мне говорят, мы не понимаем тебя, то ты говоришь, что ты за АФД, то ты против, я никогда не говорил, что я за АФД. Я вам преподношу события и обстоятельства такими, какие они есть, и высказываю свою точку зрения на это, я делюсь с вами своим мнением. Но если я вам сказал, что АФД для меня это партия популистов, значит так оно и есть. Я не говорю о том, что это классная партия или это плохая партия, решать не мне и не вам, пускай вы даже хоть 10 голосов отдадите за эту партию. Оставим эту партию в покое, мне она уже просто надоела, эта партия. Но я никогда не был за эту партию и не буду, потому что есть более-менее другие альянсы или партии, которые заслуживают и уважения, и внимания со стороны избирателей. Вот и все, что я хотел сегодня вам сказать. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк. Да, теперь я с новых видеовыпусков буду вначале говорить. Прежде чем мы с вами начнем разговаривать, подпишитесь на видео, канал, поставьте лайк, а потом смотрите. Почему я это буду делать так? Потому что одна женщина сказала, как я могу подписаться и поставить лайк, если я еще ничего не видела? Чего ты от меня это требуешь? Я ей написал, так кто же вам мешает смотреть? Смотрите, елки, смотрите, а потом принимайте решение, ставить лайк или не ставить. Ну, в общем, так. Такие вот дела. Ну что ж, всем удачи. Не забудьте о дележке видео со своими знакомыми, друзьями, коллегами. Нажимайте на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе событий. Если пишите комментарий, пишите его более-менее культурно. Потому что другие люди, которые читают эти комментарии, считают, что и я, и вы своими комментариями пытаетесь унизить их интересы в жизни. Ну что ж, всем удачи. Не болейте. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok